Первый корпус реактора для Белорусской атомной станции едет в Островец. Произвели его на юге России в городе Волгодонске. Для нашей АЭС они производят не только реакторы, но и целый пакет оборудования, турбины, парогенераторы. Особый интерес у журналистов вызвала отгрузка. Для транспортировки даже пришлось перекрывать движение в городе и на время демонтировать роллейбусные пути. Провожала сердце белорусской станции домой Дмитрий Титов. Его вес сопоставим с карьерным самосвалом БелАЗ. А диаметр со спутником Белка. С начала производства заготовок до отгрузки первого корпуса реактора для Белорусской АЭС прошло 840 суток. На сегодняшний день уже на реактор нового поколения АЭС-26 заготовка обечайки активной зоны нацельная. То есть мы тем самым убираем все вероятности разрушения в районе Свердного шла. Это сводной шов, когда он здесь был, он самонагруженный. После 30-летнего перерыва по коридорам Волгодонского Атоммаша снова бродит производственное эхо. Работа в станочном парке идет по графику. За 40-летнюю историю завода изготовлено 13 корпусов реакторов. Наш стал первым в новой истории предприятия. К примеру, при строительстве гиганта Автоваз в каждую из колонн фундамента производственных корпусов было залито порядка 10 кубометров бетона. А при возведении завода Атоммаш залили целых 760 кубометров. Действительно, здесь крепки должны быть не только стены. Реактор весом 340 тонн впервые покинул Волгодонский цех и ехал по городу со скоростью 3 км в час. Для транспортировки реактора дорожное покрытие должно быть идеальным. И чтобы ни одна ямка не стала преградой на пути, его переместят на спецпричал Волгодонский и доставят на пароме до Великого Новгорода. А затем погрузят на железнодорожную платформу, которая доедет до Островца. Атоммаш получил второе дыхание, новое дыхание. Ну и так совпало, что первым продуктом явился именно корпус реактора для белорусской АЭС. С руководством завода обговорили систему качества, прохладили документы, договорились о совместных действиях по контролю за системой качества. Мы довольны продукцией завода. Реактор ВВР-1000, оставшийся невостребованным после резкого сокращения объемов строительства энергоблоков 80-х и 90-х, решили установить как монумент около завода Атоммаш. Такая модель уже не используется в новых АЭС. Символично, что день отгрузки нашего корпуса реактора совпал с 70-летием атомной энергетики. Мы с производством реактора и с отгрузкой этого реактора можем изготавливать здесь все оборудование, связанное с реакторным островом. Не только парогенераторы, не только отдельные единицы, но и полную комплектную поставку и изготовление всего оборудования. В соответствии с генеральным контрактом на строительство атомной станции, первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Второй в 2020-м. Сейчас в Волгодонске уже ведутся работы по изготовлению второго реактора. Новый корпус должен быть готов к отгрузке уже через год. Дмитрий Титов, Виталий Селявка, агент «Вателин новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова